С 2021 года главой Республики Дагестан является Сергей Алимович Меликов. Под его руководством регион, а в частности Каспийск, преображается с каждым днём. Это лидирующая позиция среди городов России по строительству школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых пространств и многое другое. Немаловажным аспектом служит и строительство магистрального водопровода Черкей-Махачкала-Каспийск, что позволит обеспечить жителей Республики чистой питьевой водой. У нас наконец-то появится нормальная вода, потому что та коровская вода, которая к нам пришла, она не совсем, скажем так, была нормального качества. Теперь водой будет обеспечено население от Махачкалы до Кайкента. Насколько я знаю, это давно люди ждали этого момента. Переселение из ветхого аварийного жилья. Эта тема всегда на слуху, ведь жители таких домов уже долгое время ждут свою заветную новую квартиру. Совсем недавно эта тема обсуждалась в администрации города, где Сергей Меликов определил участок земли под строительство новых домов. Помимо этого, глава региона уделяет внимание и Каспийским дорогам. За последние три года была реконструирована 41 улица. Очень много дорог было отремонтировано в этом городе. Очень много дорог было построено в нашем городе последние годы. Я думаю, что и в этом году мы начинаем строительство еще одного большого автострада. Это улица Эфендиева. Я думаю, что в ближайшее время Каспийский получит еще одну новую современную широкую дорогу. Получили проектную поддержку строительства дороги от военной части до улицы Маячина, по которой долгое время наши люди передвигались в очень плохих условиях. Уже первоначальная работа проведена. Тоже, я думаю, в ближайшие год-два мы получим новую современную дорогу. Дагестанцы всегда славились своей отзывчивостью и крепостью братства. С первых дней специальной военной операции на Украине жители региона поддерживали бойцов теплыми письмами и гуманитарной помощью. Самое большое количество внимания было уделено в плане поддержки ребят, которые находят, зная слово, гуманитарную помощь и помощь сбора необходимых медикаментов и товаров для наших солдат и для гражданского населения. На Донбассе тоже колоссальные объемы гуманитарных грузов были отправлены к Дагестан именно под руководством Сергея Олеговича Меликова. Особое внимание было уделено военнослужащим. Специально для них был создан отряд «Каспий» для помощи и поддержки наших земляков, который сформирован из числа дагестанцев. Для юных жителей Донбасса был организован летний оздоровительный отдых. Немалое количество ребят принял Дагестан в своих детских лагерях, чтобы они могли насладиться морем и отвлечься от боевых событий. Помимо этого, волонтеры и представители «Единой России» по сей день продолжают активно помогать семьям участников СВО как материально, так и в решении их бытовых проблем. Администрация города и в том числе наш глава Борис Иванович Гонцов, мы все вместе активно поддерживаем наши семьи и наших СВОшников в плане проведения всякого рода концертов для детей, праздничных мероприятий, благотворительных мероприятий, ресторанов, кафе, чтобы организовать праздничные столы для наших детей. Печальным событием конца прошлого года стал конфликт Израиля и Палестины, где гибнут мирные жители сектора Газа. Дагестан не мог оставить их в беде и один из первых стал принимать вынужденных переселенцев. Мы приняли какое-то количество палестинцев на нашей дагестанской земле. До сих пор мы их ряд держим рядом с собой. Они сейчас проходят программу переобучения, и они в ближайшее время будут работать на земле Дагестана. У вас, ума, это врачи. И колоссальную поддержку, помощь оказали мы их семьям и их детям. Мы их также приглашали в город Каспийск. Они были неоднократны в этом городе. И на этой неделе мы еще раз планируем их встретить. Это было показано всему миру. В нашей главной республике было показано наше отношение к палестине и палестинской проблеме. По словам Абдул-Вахида Джаватова, Дагестан стал активно развиваться и в туристической отрасли. Создание кластеров, строительство гостиниц, привлечение инвесторов, а также разного вида госпомощь предпринимателям данной сферы. Такие действия положительно влияют на раскрытие потенциала республики, укреплению экономики, а также привлечению гостей из разных городов России и других стран. Только за прошлый год Дагестан посетило почти 2 миллиона человек.